Не пишите, потому что иногда, когда чат очень активно реагирует, просто комната может подвисать. А так устраивайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Тема сегодня будет практическая, потому что я не педагог-психолог, я практикующий психолог. Работаю в русле когнитивно-поведенческой терапии, телесной терапии. Я консультирую детей и взрослых, консультирую в режиме супервизии психологов детских садов. Поэтому сегодня будут только практические вещи, то, что на языке обычно называются фишки. Так, кому-то не слышно, видимо, свои какие-то... Так, нет звука у двух людей. Татьяна Викторовна, вы меня проверяйте, пожалуйста, чтобы слышно было. Хорошо? С трудом прорвались через аншлаг. Сегодня поэтому анонс переносится у нас наконец. Прошу прощения, Мария Александровна, за вторжение. Немножко мы прервались. Да, мы здесь пока еще, но можем мы опять не сжигнуть. Поэтому, да, платформы падают. Значит, коллеги, со звуком вижу нормально. Если у кого-то идут проблемы, подвисает звук, еще что-то... Сейчас перенапряжен интернет, перенапряжены все платформы, идут сильные перегрузки, поэтому сигналить в чат, конечно, нужно, но относитесь с пониманием, что это да, это может быть. Те, кто зарегистрировался и сейчас не может попасть, это вот проблема аншлага. С одной стороны, это хорошо и радует, с другой стороны, такие вещи будут возникать. Не пугайтесь, пожалуйста, ну вот кто успел, тот зашел. Пробовать, 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 постоянно обновлять страницу, и вот только так можно сейчас прорваться. Ну, сегодня аншлаг, увы. Или наоборот хорошо, наоборот радостно. Ну, у нас сейчас очень много, да. Ссылки мы оставим на конец нашего вебинара. Сегодня вот сама с трудом прорвалась, поэтому я не буду больше прерывать Марию Александровну. Пока меня не выбросило отсюда, я здесь и с вами. Пишите в чат, пишите во вкладку «Вопросы», и все, передаю. Все хорошо, Татьяна Владимировна, спасибо. Спасибо, я продолжаю. Значит, я остановилась на том, что материал будет практический, он будет с разными приемчиками и фишками, которые были выданы на личных консультациях и сработали очень хорошо уже в работе с родителями, в реальной жизни у реальных педагогов. Смотрите, по вопросам. Вопросы, пожалуйста, задавайте по темам, то есть вот тема идет, я рассказываю, и вот по этой теме задавайте вопрос. Если чат пробежал, я не ответила, может быть такое. На последнем слайде у меня будут мои координаты, это номер WhatsApp, группа ВКонтакте и почта. То есть на любой из этих адресов можно написать свой вопрос, и я отвечу. Зависает, понятно, что буду говорить помедленнее и терпим. Итак, сложные родители и семьи группы риска. Работа с семьей – это одна из важных частей работы воспитателя, потому что на самом деле основной воспитательный процесс у ребенка-дошкольника, он происходит в семье. И если семья и воспитатель работают в разном русле, тогда не получается единого воспитательного процесса, а получается только хуже. То есть ребенок не знает, кому доверять, кому верить, чьи указания выполнять, и путается вот в такой ситуации. Ну и сейчас очень сильно изменилась сама обстановка и атмосфера в дошкольном образовании, отношений между родителями и педагогами дошкольного образования. То есть если раньше в советскую эпоху это было директивное отношение, педагог рассматривался как носитель власти, и родители его распоряжение выполняли просто беспрекословно. То есть сейчас ситуация изменилась, и она изменилась кое-где напрямо обратно, когда воспитателям в лицо очень открыто и нагло говорят, что вы обслуживающий персонал, и как мы хотим, так и будет. Особенно это касается частных детских садов. Но родители не всегда прислушиваются к воспитателю, и поэтому возникают проблемы, не получается наладить вот эту совместную работу. Возникают конфликты между воспитателем и родителями. Особенно неприятно, когда родители о чем-то договариваются в какой-нибудь группе в WhatsApp, и потом этот уже конфликт готовенький сваливается на голову бедного педагога дошкольного образования. Вот сегодня мы с вами рассмотрим ситуации, которые могут возникнуть. Ситуации как сложные, то есть сложные родители, так и ситуацию с семьями группа риска. Я разделила вот эти две вещи, потому что сложные родители, я буду подразумевать, что это нормальные функциональные семьи, но вот какие-то личностные особенности самих родителей, они могут помешать вашей продуктивной работе, воспитателям и родителям. А семьи группы риска, это семьи, ну вот как психологи называют, это семьи раненые, это семьи нефункциональные, которые не могут в должной степени осуществлять воспитание ребенка и поддержку его в его росте. И как раз семьи группы риска, это выделено в отдельную тему. И еще мы с вами поговорим сегодня о российских особенностях семей. Тоже эта тема интересная и она практическая, потому что вы все с этими особенностями сталкиваетесь. Ну что, давайте начнем. Начнем мы с вами вот с какой темы эта первая встреча. Когда вы встречаетесь первый раз с родителями вашей группы, то вы можете встретить там разные типы родителей. И вот сейчас я хочу перечислить типы родителей, которые могут осложнить вам жизнь при неправильной постановке вопроса и взаимодействия, но могут вам жизнь облегчить, если вы учтете эти типы и используете личностные особенности вот этих родителей как свой ресурс. Наверняка в любой группе у любого человека встречаются так называемые родители авторитарного типа. Вот придя первый раз на родительское собрание, вы их увидите сразу. Потому что еще до вашего приветствия они уже организуют всех других родителей. Вот у кого такие родители встречались, поставьте, пожалуйста, в чат единички. Это родители с активной жизненной позиции. Чаще всего это родители, которые работают на руководящей должности в своей организации или они просто индивидуальные предприниматели, хозяева предприятий. И поэтому они очень хорошо умеют руководить. Уметь руководить это значит, что у него есть собственные убеждения. Причем он точно знает, что эти убеждения правильные. И его мало волнует, что считают другие люди. Он не поддается на уговоры, рекомендации. Он не слушает другое мнение и может другое мнение воспринять вовсе как личное оскорбление. Зато это люди, которые упорны в достижении цели и люди, которые очень хорошо умеют уговаривать. То есть они прекрасные ораторы чаще всего. Вы их услышите среди массы родительских голосов. У них самый громкий, самый яркий голос. Ну и не увидеть, не заметить его невозможно. Есть и недостатки у таких людей. Как я уже сказала, они не всегда умеют сдерживать свой гнев и раздражение. И иногда совершают импульсивные поступки, которые сами не контролируют. То есть они не понимают, что делают неправильно. Они очень любят заводить ссоры и скандалы. Особенно это касается женщин, которые обладая вот таким типом личности от рождения, что называется, не смогли по каким-то причинам проявить себя в социуме. Они будут проявлять себя у вас. Ну или это касается мамочек, которые работали на какой-то руководящей должности и, например, оказались в декрете со вторым ребенком, с маленьким. И вот эта декретница, руководитель оказалась среди ваших родителей. Они могут откровенно противопоставить себя в социальной среде. То есть они могут вам намеками или напрямую дать понять, что они лучше вас, компетентнее вас, а вы вовсе не умеете выполнять свои должностные обязанности. Вот я вижу сколько единичек и понимаю, что таких людей среди ваших родителей очень и очень много. Что на самом деле под этим скрывается? Ну поскольку я психолог, который умеет анализировать, то я понимаю, что когда человек приходит и начинает то, что называется на простом языке, качать свои права, доказывать свои права, на самом деле в нем очень много тревоги и очень много сверхконтроля, который покрывает вот как таким занавесом, как шторкой, очень сильную неуверенность в себе и в своих силах. То есть у человека есть прямо такой природный страх, что если он не проконтролирует все и вся вокруг, то случится что-то страшное. Ну а поскольку это мамы чаще всего, то они скрывают вот под такой уверенностью показной и желанием покомандовать страх за своего ребенка. Им всегда нужно подтверждать свою значимость, то есть если она не проявила себя, если не сказала свое слово, то у нее появляется опять-таки глубокое внутреннее убеждение, что она никто для жизни, она ничего не значит и вообще это очень страшно. То есть всегда вот за этим проявлением есть заниженная внутренняя самооценка и постоянное желание ее поднять за счет внешних факторов. Но поскольку единичек у нас очень много, я поняла, что с такими мамами и папами сталкивались уже все. И вот здесь вариант развития событий, он будет разный. От откровенных конфликтов до взаимодействия. Но если хорошо подумать, то можно с ними взаимодействовать очень хорошо. Прежде всего то, что нужно сделать, это сохранять спокойствие. Сохранять спокойствие и не давать себя увлечь в вихрь вот этих эмоций, в которых есть с одной стороны тревожность, а с другой стороны желание выделиться. Потому что встреча с таким человеком, она всегда вызывает агрессию, раздражение, и вы вольно или невольно можете агрессию проявить. И тогда уже все, не будет возможности наладить какие-то отношения. Сохраняйте объективность. Упражнение «Стена» и «Каблук» давайте расскажу буквально в две минутки. Упражнение «Стена» – это когда вы встречаетесь вот с таким отношением, вы просто представляете себе, что между вами и другим человеком падает стеклянная стена. И вы разговариваете с ним, как будто из-за стены вам, естественно, ничего не грозит. Упражнение «Каблук» – оно еще резче действует. То есть вы представляете, смотрите на человека и представляете, что он уменьшается в размерах, уменьшается, уменьшается и в конце концов оказывается под вашим изящным каблучком, откуда и продолжают свои дневные речи. Как только вы сохраняете спокойствие, то человек тоже успокаивается, он понимает, что агрессию к нему проявлять не будут. И вот здесь уже можно договариваться. Сохранять горизонтальную позицию. Вы пока запомните про горизонтальную позицию, потом про позиции в общении я расскажу конкретно, и вы поймете, что это такое. Дальше очень хорошо помогает поддерживать официальный стиль в отношениях. То есть даже если человек переходит на жаргон, или переходит на разговор по понятиям, или еще на другой стиль речи, вы поддерживаете четко официальный стиль, вы обращаетесь на «вы», вы говорите официальными словами, спокойно, выдерживая паузы, если даже внутри бурлит вулкан, и вы таким образом человека выравниваете. Ну и самое главное, что можно сделать с таким человеком, это направить энергию в мирное русло, например, на внешние цели, потому что у вас всегда есть внешние цели, которые нужно выполнять. Ну, например, от самых простейших найти хороший чистый песок в песочницу и собрать деньги на какие-нибудь рабочие тетради для детей, до самых сложных. Например, на моей памяти был случай, когда родительский комитет, возглавляемый папой вот такого авторитарного стиля личности, мог сделать то, на что не был способен весь город вместе с его руководителями. Они добились, чтобы в детский сад очень быстро провели новую систему отопления, в результате чего температура с плюс 15 в группе поднялась до нужных 20-22 градусов, и сделано это было в рекордно короткие сроки. За что заведующая и, естественно, педагог, работающий на группе, были благодарны все остальные 5 лет, пока дети были в детском саду. То есть, из таких людей у вас получится очень хороший председатель родительского комитета, и таких людей лучше сразу отследить и дать им поруководить, взласть, а самой заниматься педагогическим процессом с детьми. Вот такой вот вариант личности родителей может быть. Вопросы есть по первому типу? Только очень быстро, вопросов нет. Ага, нет, да, нет. Нет, все понятно. Движемся дальше. Если не успеваете с вопросом, потом напишите в WhatsApp. Тревожный тип – это вторая головная боль. Если таких родителей много, значит, вы образуете из них родительский комитет, и там они между собой уже разбираются. То есть, самое главное – это энергию, и все они хотят руководить, тогда в родительском комитете будут секции. Одна секция отвечает за ремонт, вторая – за культ просвет, третья – за еще чего-нибудь. Каждый руководит своей секцией. Все очень просто. Нет вопросов, движемся дальше. Тревожный тип. Это тревожные мамочки, которые вам в WhatsApp за день напишут 20 раз, ну как он, не болеет ли он, скушает ли он кашку, или она точно надела на улицу сапожки или ушла в туфельках. И вот эти сообщения будут вам очень сильно досаждать. Мамочка будет тревожиться и каждый раз приходить с тревогой утром, тревожаясь за то, что будет с ее ребенком. Естественно, ребенок, транслируя эту тревогу, будет устраивать каждый день неплохую такую истерику. Ну и каждый вечер она будет прибегать, как будто бы ее ребенок был на войне, с огромными от страха глазами, и спрашивать, задавать еще миллион вопросов по каждой мелочи, которая произошла за этот день. У кого есть такие в группе, пишите цифру 2. У этого типа при всей такой вот негативности есть достаточно много и хороших, ой, сколько двоечек, здорово, есть и много хороших черт. Ну вот давайте сначала про недостатки, то есть с чем связана вот эта тревога? С тем, что женщина, чаще всего женщина, хотя и папочки такие бывают, человек не может принять решение сам. И он не может принять решение, ему приходится положиться на других, а это очень тревожно. Ну и, конечно, это детская позиция, когда человек не умеет брать ответственность за какие-то события в жизни ребенка. Ну и, естественно, не обладая самоответственностью, он не в состоянии наделить ответственностью своего ребенка и не может понять, что его ребенок при даже самом нежном возрасте 3, 4, 5, 6 лет уже намного способен самостоятельно. Вот теперь про достоинства. Чем хорош этот тип? Я тоже с ним сталкивалась в повседневной жизни. Да, самое интересное, она сама работает в нашем детском саду. Ой, Ирина Юрьевна, сочувствую. Есть положительные особенности. Вот самое главное, что такие родители обращают внимание на мелкие детали и события. Вот для меня, тоже как человека с определенным типом личности, это очень хорошо, поэтому я часто к таким родителям прислушиваюсь или к таким клиентам взрослым, потому что я могу упустить какие-то мелкие детали, у меня есть свойство видеть картину целиком, и какие-то мелочи просто не предусмотреть. А когда задают вопросы, а во сколько, а как, а где, а когда, а каким образом приходится возвращаться, себя немножко притормаживать и все эти мелкие детали продумывать. Поэтому к таким людям лучше прислушиваться, потому что есть шанс не упустить что-то действительно важное. Вот для такого человека вы будете обладать авторитетом. То есть на вас будут смотреть как на взрослого, как на педагога, как на полубога, и буквально молиться. Ну, в общем-то, когда вы обладаете авторитетом для родителей, работать тоже легко можно сказать, что сделать, и вы знаете, что все сделается. И как раз вот такие мамочки, они будут стремиться выполнять все ваши требования, но правда при этом сто раз переспросят, правильно ли они делают или нет. Что на самом деле скрывается? Не выученные в процессе своей жизни волевые качества, желание переложить ответственность на другого человека, то есть ребенок вырос, но не повзрослел. И обратите внимание, что есть семьи, в которых мама и родитель при таком складе личности родителей просто меняются местами. И вы можете получить тревожную маму, такую вот девочку-девочку, и можете получить ее ребенка, который будет просто маленьким взрослым. Он будет организовывать все вокруг, в том числе вас и собственную маму, но при этом будет терять непосредственность, которая присуща дошкольному детству. Поэтому здесь ваша задача будет дать ребенку возможность проявить свои детские качества, игривость, непосредственность и дать понять, что хотя бы в пространстве группы взрослый все-таки вы, а не он. Ему можно побыть ребенком. Иногда это очень целительно. Как взаимодействовать? Четко делим ответственность. Прямо на словах проговаривая, кто за что отвечает. Допустим, если у нас прохладная погода и вы беспокоитесь за ребенка, ваша зона ответственности принести в детский сад, к примеру, сменную одежду, теплую одежду и непромокаемую курточку. На всякий случай. Моя зона ответственности проследить, чтобы ребенок во все это оделся или одел на себя все. Ответственность ребенка тоже может в зависимости от возраста ребенка оговариваться, что, допустим, делим ответственность. Мама одежду готовит, а Мишенька отвечает за то, чтобы эту одежду правильно одеть. Здесь тоже при таком раскладе сил нужно постараться выйти в горизонтальную позицию, избавляясь от позиции взрослого по отношению к ребенку. То есть, опять-таки, как выйти в горизонтальную позицию, чуть дальше. И учить человека снимать тревогу, самому добывая факты. То есть, есть много фактов, которые его тревожат, ну, допустим, те, которые от вас не зависят. И вы можете очень мягко посоветовать, допустим, посмотреть самому прогноз погоды, найти какие-то факты про ребенка в сети интернет и так далее. То есть, не все, не смотреть на вас, как на Бога, а самому добывать факты. Ну, и использовать способность видеть мелочи, незначительные детали, тоже для себя очень важно. Из таких людей получится, ну, в кавычках, потому что в родительских комитетах нет такой должности, но это хорошие советники. То есть, они будут советовать вам, потому что видят картинку в деталях. Вот это основные проблемные типы. Какие еще типы родителей бывают? Есть тип родителей «Я звезда». Причем он есть и в мужском, и в женском исполнении. И наверняка вы тоже с такими типами сталкивались. «Я звезда» – это мамочка, которая будет снимать от и до на всех утренниках. У ее дочки будет самое красивое платье и самая пушистая, самая пышная прическа в волосах. А мальчик должен будет ходить с четырех лет на борьбу, поднимать тяжесть и вообще быть суперменом, если папа звезда. Часто дети повторяют звездный путь своих родителей, но может быть и наоборот. То есть папа, мама звезда, а дети достаточно зажаты, потому что двум звездам в семье очень неплохо уживаться вместе. Как поступать с такими родителями? Дать проявить свою звездность и из таких родителей получаются самые лучшие Деды Морозы, самые прекрасные феи на ваших утренниках. То есть опять-таки я повторяю свою мысль, что любые личностные особенности родителей нужно просто направить в мирное русло и тогда и вам, и им будет хорошо. Самый, наверное, сложный тип я же мать. То есть это женщина, которая не смогла себя реализовать в социуме и реализует себя, как мать своего ребенка. Ну да, использую такое интернетное выражение, потому что на самом деле таких мамочек очень много. Здесь вот очень важно, во-первых, что нужно сделать, это подтвердить вот ее позицию. Но лечить всех мам вы не сможете, поэтому говорите да и начинаете хвалить за то, что она прекрасная мать. И потом тихонечко, когда уже похвалы было много, и она уже напиталась этим, спасибо, Наталья Геннадьевна. Когда она напиталась этим, можно тихонечко выводить ее в такую терапевтическую позицию, давая возможность проявиться не только как маме, но и как взрослому человеку. Ну допустим, добыть тот же самый песочек для песочницы или что-нибудь еще. Но самое главное, что понимать, что вот эта позиция, она позиция раненого человека, человека, у которого больше ресурсов нет, как ресурсов, которые она проявляет в своем ребенке. Очень занятый родитель в папином и мамином исполнении может быть. Папу вы можете не узнать совсем и очень сполошиться, когда незнакомый мужчина придет забирать ребенка однажды из детского сада, вот однажды за 4 года, и потом узнаете, что у папы оказывается случился отпуск, он пришел со своим ребенком. Хорошо, если не перепутает. Но мама тоже будет забегать последней, не отрываясь от телефона, и продолжая работать по ходу дела, тут же надевает на ребенка очередные колготочки. Но вот коллеги-психологи знают, что трудоголизм – это зависимость, то есть человек не умеет разделять свободное время, время на детей и работу, то есть он просто в работу сбегает от всех проблем с детьми, поэтому здесь опять-таки не вырывая насильно, не отрывая от сотового телефона с переговорами, с сотрудниками потихонечку, очень постепенно дать понять, что в жизни с ребенком есть много интересных вещей. Ну и если у вас работа с другими родителями настроена хорошо и всем комфортно, тогда очень занятые родители иногда проявляют интерес к жизни с детьми. Но здесь тоже важно дать понять, что человек может проявить себя и в этом тоже. Да, в группе большинство таких родителей будет разбираться такой тип родителей, очень занятой, но сидит дома. Смотрите, вот здесь же не важно работает человек или не работает, он просто очень занятой. То есть это не реальное количество работы, потому что реальное количество своей работы любой здравомышлящий человек может отконтролировать. А вот если это уже трудоголизм, тогда она может прибегать 6 часов не потому, что занята в своей фирме, а потому что оттирала окно очередное, от очередного пятнышка. Вот. Это зависимость. Но тут длинный разговор, наверное, но вот просто что нужно дать понять, что постепенно выводить все-таки из этого процесса. И вот при таком раскладе сил вам нужно будет для ребенка создать замещающую семью, то есть те вещи, которые ребенок не может взять от холодного отсутствующего родителя, добавить самому. То есть здесь уже группа детей, она может выступать как терапевтическая группа, часто это тоже проявляется. С какими проблемами мы сталкиваемся вообще сейчас? Низкий уровень педагогической подготовленности родителей. То есть они не профессиональные педагоги, они не знают в том числе и особенности развития детей, и каких-то вещей, которые касаются психологии. На постсоветском пространстве семья не проходит естественный цикл развития, и поэтому очень часто возникают дисфункции, об этом тоже расскажу. Ну и сейчас кризис семьи, он есть, то есть буквально на наших глазах пересматриваются ценности, способы общения, сам состав семьи, цели создания, сохранения семьи, ну и пропадение уважения к профессии педагога, я уже тоже сказала. Поэтому что мы делаем, что необходимо сделать в работе с родителями, это выработать новые принципы и формы взаимодействия, найти все-таки время и способы повысить педагогическую компетентность, благо, что сейчас интернет есть и он в помощь, скорректировать личный стиль общения, ну и если совсем уже все плохо, тогда найти возможность скомпенсировать семейные проблемы в пространстве группы, так называемая замещающая семья, об этом тоже уже сказала. Позиции в диалоге. Вот когда рассматривали типы родителей, я говорила о том, что есть горизонтальная и вертикальная позиция. Вот теперь об этом поподробнее, потому что вот этими позициями можно поиграть. Ага, да, Ирина Юрьевна прочитала, не буду читать вслух, хорошо, прочитают сами коллеги. Здорово, да, я вот как раз об этом. Вот, позиции в диалоге. Есть у нас позиция вертикальная. Это когда я большой, ты маленький, или ты большой, я маленький. Ну, естественно, в первом случае я большой, ты маленький, кто-то другой находится в роли папы, мамы, начальника, волшебника, феи с волшебной палочкой, или Деда Мороза, вы находитесь в роли ребенка, который должен слушаться, но который может получать какие-нибудь чудесные вещи за просто так. И наоборот, если в позиции ты большой и маленький, наоборот, то есть, если вы в позиции большого, тогда вы являетесь родителем, ну, образно говоря, по отношению к собеседнику, и вы учите, получаете, раздаете указания, а собеседник гивает и соглашается. Такие позиции имеют место быть, потому что это нормальная позиция в детско-родительских отношениях, это нормальная позиция в отношениях начальника и подчиненных, в некоторых случаях, когда это обосновано, это нормальная позиция для армии, но и для других вещей, которые в нашем социуме есть. В таких диалогах всегда проявляется устойчивость, иерархия, такие диалоги всегда транслируют какие-то традиционные вещи, и они подчеркивают отношения подчинения. А вот теперь вопрос, вертикальная позиция нам нужна, и как ее, если она нужна, то нам ее проявить? Вот не буду картинку показывать, расскажу историю, вы можете писать тоже свои истории, потому что наверняка у вас их много. Итак, супервизионная такая история, обратилась в психолог детского сада, которая сказала, что родители ее не слушают. Вот она приходит на собрание, они обсуждают все уже свои какие-то вещи, которые касаются детей, родителей, не детей, жизни в целом, она приходит, и ей очень трудно до родителей докричаться. И мы сделали простую вещь. Подготовили зал таким образом, ну вот картинку теперь покажу, примерно вот так, то есть родители посадили на детские стулья, благо этот реквизит есть в детском саду, а сама педагог, она оделась особым образом, то есть она одела деловой костюмчик, такой деловой одежду, она одела туфельки на каблучке, а сверху она одела на крахмаленный белый халат, ну тоже этого в детском саду достаточно много. И как она говорит, тут же она получила просто тишину на родительском собрании, то есть все взгляды были прикованы к ней. Каким образом это достиглось, каким образом это было достигнуто. То есть она, во-первых, в пространстве разместила себя так, что она выше, а другие ниже. Мы же наполовину биологические существа, поэтому вот все эти вещи доминирования, они у нас работают очень сильно, и при этом неосознанно, подсознательно. Вот. И она на себя надела атрибуты власти, то есть это деловой костюм, еще и белый халат, который у нас у всех связывается с врачом, с воспитателем, то есть с кем-то, кого нужно слушаться, иначе будет плохо. Вот. То есть если вы понимаете, что родители у вас, что называется, разболтались, и не соблюдают дистанцию, тогда вы можете вот таким образом поиграть, и на некоторое время создать позицию доминирования, для того, чтобы вас хотя бы заметили, ну и начали к вам прислушиваться. Позиция ребенка, подчинение, она тоже имеет место быть, и тоже этой позиции можно поиграть. Это взгляд снизу вверх, это вопросительные или просительные интонации, это такая одежда, которая похожа либо на детскую, то есть бантики, рюшечки, оборочки, туфельки без каблука, либо это какая-то домашняя одежда, то есть рикотаж такой легкий, мягкий, ну и так далее, а-ля халат, дрожащие интонации в голосе, ну и будучи актерами, мы тоже найдем возможности, когда нужно проявить вот эту детскую позицию, с помощью нее, допустим, получить ремонт группы от родителей, со словами, я беденькая, я уже дома не была 3 дня, помогите мне, пожалуйста, потому что детей у нас не принято обижать, но точно так же можно подойти, допустим, и к своему непосредственному руководителю, и немножко поплакав, получить что-нибудь хорошее для себя, вот, зная, что если бы вы пришли, допустим, качать право, то вы бы ничего не получили, похоже на манипуляцию, похоже на игру, я вообще исхожу из той позиции, что жизнь это игра, а не борьба, поэтому предпочитаю играть, вот, что касается манипуляции, манипуляция это, когда вы что-то хотите получить за счет другого человека, ну, а здесь, собственно говоря, вы хотите, ну вот, просто наладить общение, то есть вы, как человек, который должен организовать вот эту большую группу родителей, разношерстную, вы просто выстраиваете отношения, используя при этом методы, которые вот на границе, скажем так, психологии и физиологии человека, ну, и самая хорошая позиция, это горизонтальная, это позиция сотрудничества, то есть вы устраиваете своеобразный круг, круглый стол, вот, в позиции, когда все люди смотрят друг на друга, очень быстро устанавливается такой зрительный контакт, близко располагаются друг к другу, вы анонсируете я высказывание и ассертивный стиль поведения, тоже сейчас об этом расскажу, придерживайтесь этого стиля поведения и таким образом вы можете решать многие вещи вот в таком вот круглом, на таком круглом столе, что такое я высказывание, это когда вы говорите от себя, не выдавая свое собственное мнение за аксиомом, то есть я считаю, например, вы можете считать по-другому, а как вы думаете, а что мы можем предпринять, ассертивный стиль поведения, это достаточно сложная система, мне за 5 минут не расскажу, но вы можете найти в интернете, если вам интересно, если вкратце, то это стиль поведения, когда человек уважает себя в первую очередь и уважает свои желания, и он вот с этой точки зрения, что я достоин себя и своих желаний, выходит к другим людям и считает их тоже уважаемыми и достойными себя и своих желаний, то есть достойно разговаривает с достойными. Ну и небольшой практикум, вот совсем небольшой, напишите, пожалуйста, сейчас в чат номера фраз, которые, как вам кажется, нежелательно использовать в разговоре с родителями, вот именно в круглом столе, то есть горизонтальной позиции, в позиции равных, и вот эти фразы, которые могут вас из позиции сотрудничества моментально выкинуть. Да, я вижу ответы, давайте с вами быстро обсудим, здесь пренебрежением к родителям, 2, 7, 2, я бы хотела, в принципе, нормально, смотрите, я бы хотела, то есть я вношу на рассмотрение, пятерочка, я бы хотела еще раз услышать, нет, нормальная фраза, 12, хотя вам это неизвестно, это да, это позиция сверху, это дать понять, что вы глупая, я умная, так, 8, вы хотите, нет, нормальная фраза, нормальная, здесь эта фраза настроена на сотрудничество, правильные ответы, смотрите, фразы, которые нельзя использовать, это номер 3, это 9, то есть я знаю ответ на вашу проблему, думается, ваша проблема заключается в том, что человек думает совсем по-другому, это 10, которое выдает пренебрежение, а 12, то же самое, пожалуйста, если у вас есть время, меня выслушать, это позиция снизу, то есть здесь родитель как бы снисходит до воспитателя, а у меня на этот счет другое мнение, в принципе нейтрально, то есть ее можно использовать, но здесь уже зависит еще и от интонации голоса, вот, теперь анализ семейной ситуации воспитанников, поскольку дети приходят из семьи, то вам нужно примерно понимать, что в этой семье происходит, как это можно сделать быстро, но прежде всего анкетирование, то есть вот здесь вопросы для анкеты примерные, я написала, вы можете эту анкету сделать под себя, что важно понимать, кто в составе семьи, потому что от этого зависит важная вещь в воспитании, количество детей и позиция воспитанника, это тоже очень важная вещь, как работают родители, условия проживания, факторы риска, факторы риска, это допустим семья переехавшего из другой страны, это семья с зависимостью, хотя сразу не признаются, это может быть болезнь или инвалидность кого-то из родственных членов семьи, болезнь или инвалидность ребенка, ну и другие вещи, которые осложняют жизнь семьи, ну и готовность к сотрудничеству, то есть что вы готовы сделать для нашей группы. Анализ педагогической позиции родителей. Есть два хороших опросника, это опросник родительского отношения Столина и Варги, смотрите, вот здесь ссылочки, они активны, то есть когда вы получите вот эту презентацию, вы ее получите, мы об этом позаботимся, вы сможете просто нажав мышкой на ссылочку, перейти на готовый документ и его себе забрать, скачать. И методика Париж, Шефера и Белла, семейная жизнь глазами матери, она поможет вам разобраться в жизненной позиции мамочек, которые занимаются в основном воспитанием. По ссылочке вы найдете адаптированную методику, то есть она адаптирована к российской действительности и в принципе это валидный тест, то есть им можно пользоваться спокойно. Также вы можете сделать рисунок семьи с детьми, но здесь очень важно их рассадить по разным местам, чтобы они друг у друга не срисовали этот рисунок. И как раз рисунок семьи вам даст очень много для понимания, что в этой семье происходит. Ну вот здесь мы видим, допустим, картинку рисунка 1, то, что в этой семье ребенок царь и бог. Все вокруг, очень маленькие, вращаются вокруг него, как вокруг солнышка по своей орбите. И естественно вы уже начнете воспитательный процесс с этим ребенком, исходя из того, что происходит в его семье. И вот то, что подписано у меня рисунок 5, здесь другая ситуация, здесь огромная яркая мама и прекрасный папа, которая держится за руки, очень так любовно. И в уголке маленький, никому не нужный ребеночек. Это тоже позиция. Инесса Владимировна, напишите в WhatsApp, ладно, не успею ответить. Я уже смотрю за временем, мне становится немножко страшно. Пожалуйста, если я не ответила на вопрос, пишите в WhatsApp, хорошо? Проективные методики очень показательные. Но, да, Лариса Николаевна, на основе одних проективных методик мы не ставим никакие диагнозы и не делаем никаких выводов. Они для нас просто информативны. Не забывайте, пожалуйста, об этом. То есть проективные методики обязательно дополняем тестованию. По этой ссылочке вы найдете рисуночные тесты и интерпретация рисунков полная по этой ссылочке тоже найдете. Ну и, естественно, остается наблюдение за играми детей или организация диагностической игры, потому что как только вы организуете игру в дом или в семью, то вы очень много поймете о семейной ситуации детей, которые в этой игре принимали участие. Вот, что же нам нужно знать про семью? Семья как система. Вот эта вещь очень важная. И я и пользуюсь вот этим инструментом, то есть пользуюсь семейной системной теорией, потому что она объясняет очень многие вещи. Вообще сама семья и система – это понятие из кибернетики. И системой называются некие части, которые объединились в одно целое, причем это целое сильнее, чем части по отдельности. Ну, допустим, у нас есть мужчина и женщина, но они по отдельности, ребенка никак не родят, а объединившись в систему, они смогут ребенка родить, еще и вырастить благополучно, если это хорошая система. Ну, и у системы есть свойства, это живой организм, который имеет свои желания и потребности. И вот желания и потребности семейной системы, они могут не всегда совпадать с желаниями и потребностями и его отдельных элементов, но об этом другая история, об этом вы узнаете, если найдете меня в ВКонтакте, потому что там с понедельника я начинаю тоже бесплатные вебинары по поводу именно семейных систем и сценариев. Все семьи мы делим по функциональности на две категории. Это семьи высокофункциональные, то есть там, где все функции выполняются достаточно хорошо. И дисфункциональные, там, где семья не выполняет свою функцию по каким-то причинам. И точно так же, как мы с вами говорили про горизонтали и вертикали, в семьях тоже есть горизонтальные и вертикальные связи. То есть горизонтальные связи – это между матерью и отцом, допустим, или между братом и сестрой, или братьями, а вертикальные связи – это между разными поколениями. Так вот, в функциональной семье, если сказать очень быстро, связи в одном поколении, то есть горизонтальные связи, они должны быть сильнее, чем вертикальные. Ну и если так не происходит, то возникают разные вещи, которые вы увидите тоже у своих воспитанников. И вот это вещи, которые вы можете отследить и как-то на них повлиять. Ну, например, когда у папы с мамой не очень хорошие отношения, зато мама с ребенком образует альянс, с которым ребенок занимает буквально место своего отца, и таким образом он тоже перестает быть ребенком. В какой-то степени становится таким маленьким взрослым. или, например, ребенок, который на себя как бы принимает вот весь, все напряжение, которое есть между матерью и отцом, и тогда ребенок будет служить как бы уравновешивающим таким элементом. И для того, чтобы сохранить брак своих родителей, он может все время болеть, или он все время может показывать, демонстрировать плохое поведение, или, в конце концов, он может выдать какой-нибудь НРС или что-то еще, для того, чтобы у родителей была возможность не заниматься своим проблемами, а заниматься проблемами своего ребенка, и таким образом сохранять гармонию в семье. Вот. Ну и особенности семейной системы в России, которые мы тоже должны учитывать. В западной культуре, то есть у нас сейчас такой переходный период, когда буквально идет такой перекресток. С одной стороны у нас есть своя традиционная культура, а с другой стороны мы уже живем в западной парадигме и пытаемся жить как на западе. Так вот, как на западе. Там есть определенная модель семьи. Сначала человек в достаточно юном возрасте отделяется от родителей, то есть это возраст 16-18 лет. Чаще всего молодой человек поступает в колледж и начинает жить один в студенческом кампусе. То есть он живет один и он может выработать для себя какие-то сценарии жизни и свои как бы правила для жизни. Потом он встречает другого взрослого человека, и некоторое время они живут вдвоем, уже друг под друга подстраиваясь и образуя прочную диаду. Потом у них появляется ребенок, еще ребенок, и они опять-таки постепенно, спокойно подстраиваются под эту новую ситуацию. Таким образом, когда дети вырастают, совершается следующий виток, и выросшие дети примерно в 16-18 лет отправляются учиться, а родители остаются наедине друг с другом вдвоем. Но это у них не вызывает каких-то катастроф, потому что они уже жили вдвоем и они умеют это делать. То есть там нет ни депрессии, ни увлечения телевизором, ни безумной работы на даче, вот всех тех вещей, которые в нашей культуре компенсируют неумение жить вдвоем. Ну и затем, когда, к сожалению, один из супругов умирает, другой человек это, конечно, воспринимает как большое горе, но для него это не конец жизни, потому что он когда-то жил один, и он умеет это делать. Что же происходит в нашей культуре? Дети очень долго живут с родителями, то есть до 25-30 лет ребенок живет на территории родителей. После этого чаще всего заключается брак, то есть человек, не поживший один, он сразу же попадает в брак. Но брак это тоже не диада, потому что на одной территории присутствуют не только родители, но и бабушки, дедушки, папы, мамы, тещи, тести. Недаром у нас так много анекдотов на эту тему. То есть люди не умеют жить вдвоем. Когда появляется ребенок, тогда появляется умелая бабушка, которая тут же начинает заниматься его воспитанием, аккуратненько отодвигая маму в сторону. То есть мама практически остается сестрой своему ребенку, а бабушка занимает вот такую главенствующую позицию. Ну и что еще для нас характерно, это действительно наша проблема. Мужской геноцид 20 века, очень жесткий геноцид разных войн, который привел к тому, что мужчины не научились принимать участие в воспитании своего ребенка. Вот, пожалуй, только поколение, у которых сейчас детки, ну где-то от года до 10 лет, по моим наблюдениям, мужчины все-таки умеют, и они принимают активное участие в жизни детей, и на самом деле это семьи очень гармоничные. Ну и поскольку у людей нет опыта жизни вдвоем, то родители до последнего, последними силами удерживают подросших детей, потому что они просто боятся остаться наедине. Это тоже очень подсознательные вещи. Ну и вариант, который, вот у вас наверняка есть вариант, с которым мне часто приходится работать и прорабатывать, это так называемая бабья яма. Ну почему об этом говорю? Потому что это, ну вот, каждая вторая семья на постсоветской территории. То есть что у нас есть? У нас есть бабушка, которая живет без супруга, по какой-то причине он или погиб на войне, или в локальном конфликте, или просто был развод. Либо его не было никогда, и ребенок появился от внебрачных связей. Она растит дочь одна, совмещает мужскую и женскую роли, и не может научить свою дочь нормальным партнерским отношениям. Когда появляется дочка у нее, то она не умея создать партнерские отношения, собственно говоря, их или не создает, или создаются они для того, чтобы родился ребенок. Мама сама занимает позицию добытчика и работника, ну а бабушка, она как бы встает на позицию мамы. Появляется ребенок, обычно к этому времени папа, если у него чувство самосохранения нормальное, то он исчезает в пространстве, если чувство самосохранения не очень, тогда он начинает болеть, или, к сожалению, просто покидает этот мир. И таким образом, вот этот вот сюжет, он повторяется. Ну и если в этот сюжет, не дай бог, попали вы, то здесь мы работаем с серединкой, то есть выход из такой ситуации, наращивание горизонтальных связей за пределами семьи, у мамы, у дочки, и если получится, и у бабушки. То есть чем больше горизонтальных связей мы нарастим, тем менее прочной будет эта конструкция, и больше надежды на то, что у мамы, у дочки, или у сына будет личное счастье. Вот, ну и признаки дисфункциональной семьи, которые вы тоже встретите, это отрицание проблем, это изоляция от социума, то есть говорить о своем, о том, что происходит в семье нельзя, просить помощи тоже нельзя. Очень жесткая система, жесткие правила, и недифференцированность каждого человека в семье. То есть если мама сердится, тогда сердятся все. Если мама расстроена, обязаны расстроиться все. Таким образом люди как бы сливаются в единое целое. В такой семье постоянно нарушаются границы, то есть чтение дневников, распахнутые двери в комнаты и так далее, это обычные нормальные вещи. Вот, ну и с одной стороны, с другой стороны, очень жесткая граница между семьей и социумом. И в таких семьях чувство полярное, то есть там есть белое и черное, других оттенков нет, либо свой, либо чужой. Либо герой, либо подлец. И все. И в этих семьях не разрешают членам семьи меняться. То есть больной не может выздороветь, его будут всячески обратно запихивать болезнь. Алкоголик не может завязать с алкоголизмом, потому что, как уже много случаев я видела, если человек завязывает, то остальная семья делает все, чтобы он развязался обратно. Ну и ребенок не может вырасти. Это вот как раз из серии анекдотов про еврейских мам, у которых сынуля 30 и 40 лет никак не может вырасти. А не выросший, естественно, не может завести свою семью. И правила трех нет, которые в этих семьях соблюдаются. Не чувствуй. То есть дети из таких семей, они как бы не могут проявить свои чувства. Не говори и не доверяй. То есть все вокруг враги, доверять никому нельзя. Какие семьи бывают? Это могут быть семьи со зависимостью. То есть есть в семье человек, у которого зависимость. Это либо алкогольная зависимость, наркомания, трудоголизм. И, милые дамы, заметьте, что здоровый образ жизни в крайних проявлениях, он тоже сейчас относится к зависимости. Если вы не сходили один день в тренажерный зал и у вас возникают ощущения, что вы самый последний человек на земле и вы просто не имеете права жить на этой земле, тогда это повод срочно обратиться как раз не к тренеру, а к психологу, потому что это уже зависимость. Ну и зависимость от здорового образа жизни. Она тоже есть, потому что в Екатеринбурге вот где-то год назад, наверное, всерьез обсуждали вопрос родительских телеканалов, почему в городе нет ни одного веганского детского сада, то есть детский сад, где кормят там одними овощами, без молочного, без мясного, нету, что за безобразие. Обсуждалось всерьез. Вот, созависимость, созависимость паттерн поведения, потому что в таких семьях, вот в эту игру в зависимость играют все обычно. Это нарциссическая семья. Это очень сложно, потому что она может быть с виду очень хорошей и семьей благополучной, но внутри такие отношения, что ребенок просто страдает и становится очень невротичным. Это семья с хронической тяжелой болезнью и инвалидностью, семья со скрытым насилием, потому что может быть всякое, на самом деле, очень много запросов по насилию в семье появилось в последнее время, и я понимаю с ужасом, что эта проблема, она распространена даже больше, чем говорят нам социологи. И семья с подменой ролей, когда ребенок по каким-то причинам играет роль взрослого, а взрослая роль ребенка. Смотрите, вот про семью с созависимым паттерном поведения. Что нужно понимать вам? Любая зависимость компенсирует острую нехватку какого-то ресурса. И здесь зависимость, как я уже сказала, системная характерность, то есть в эту игру втянуты все. И естественно, для того, чтобы прекратить зависимость, нужно вот этот ресурс найти и его добрать. Это естественно работа, личная работа семейного психолога. В группе вы мало что можете сделать, только лишь посоветовать созависимому члену семьи выйти за рамки жертвенного треугольника, треугольник Карпмана. Наверняка вы это знаете. Если нет, я напишу сейчас вот эту фразу, вы сможете найти опять-таки в интернете, что это такое. Обратить внимание на жизни и потребности и поддерживать исцеление. Но вы то же самое можете сделать для ребенка из созависимой семьи. И опять-таки дать ему возможность хотя бы на территории детского сада пожить своей собственной жизнью. Уважаемые коллеги, смотрите, вы презентацию получите. И вот здесь про созависимую и роль ребенка в созависимой семье много-много слайдов, на которых прямо характеристики конкретных ролей, которые этот ребенок будет играть. И вы можете вот эту роль посмотреть, на ваших воспитанников примерить. И здесь в определенной логике у меня информация выложена. То есть роль, описание, поведение и будущее такого ребенка. То есть вы сможете прямо, вот есть козел отпущения, как роль ребенка в такой семье, шут, может быть даже кого-то узнали, потерянный ребенок. И вы сможете просто это примерить и получить буквально руководство для того, чтобы деткам помогать. Нарциссическая семья, семья, в которой была эмоциональная травма, какая-то, ну, чаще всего, к большому сожалению, это насилие где-то во втором-третьем поколении. Вот. Там, в такой семье, родители не умеют совладать со своими эмоциями. И ребенок становится носителем эмоций родителей. То есть он может испытывать постоянно страх или жуткий стыд, или неуверенность. И как раз это не его эмоции. Эмоции, которые мама, не умеющая свои эмоции выражать, передает просто своему ребенку. Вот. Ну и как помочь ребенку с нарциссической травмой, тоже вы сможете посмотреть. По поводу насилия в семье, тоже смотрите, достаточно много информации. Вот у меня время совсем вышло, но я сейчас хотя бы проанонсирую, что еще есть в этой презентации, скажу, где ее забрать. Здесь вот очень важный для вас будет вариант описания насилия. И очень важно, признаки сексуального насилия тоже посмотрите, потому что ребенок может ничего не говорить, но вы можете по его поведению догадаться, что оно было. Инцестное поведение, то есть когда насилия нет физического, но папа и мама ведут себя как партнеры по отношению к ребенку, а не как его родители. И вот эта вот диаграммочка, она очень полезна, когда вы про насилие будете с детьми говорить, и когда вы будете говорить, что есть вот такие круги доверия, есть то, что касается только ребеночка, есть то, что касается и ребенка, и его семьи, но не положено выносить за его пределы. Есть то, что ребенок может позволить с друзьями, например. Есть то, что ребенок может позволить с взрослыми, которые маркированы как спасатели, но это врачи, это люди в милицейской форме, пожарные, то есть те, которые каким-то образом показывают, что они профессионалы в помощи. И допустим, что нельзя делать с незнакомцами. Вот по этой схеме очень легко детям объяснять все про насилие. Здесь тоже расшифровка есть. Ну и еще из важного, что здесь можно будет в этой презентации посмотреть, это работа с родителями особых детей. Когда вы будете выстраивать работу, исходя из принципа работы горя, вот здесь она написана на схеме, то есть каким образом работает горе, вы будете смотреть, как застревает, на каком этапе застрял родитель в проживании вот этого горя. И в зависимости от стадии, на которой остановился родитель, вы будете видеть отношение родителей к ребенку-инвалиду. Он либо игнорирует проблемы, либо отвергает, либо ведет себя как мученик, или в самом лучшем варианте это будет адекватное принятие. Вот. Ну и что мы можем сделать, если у вас большая группа, и вы видите, что вы не сможете воздействовать на дисфункциональную семью, потому что семью с созависимым поведением и с нарциссизмом лечат, ну, от года до трех лет на постоянных сессиях в длинной терапевтической работе, но вы можете создать замещающую семью, то есть вы создаете в пространстве группы такие условия, которые позволят ребенку скомпенсировать нарушения, которые он в семье получил, и получить ресурсы, которые он в семье по каким-то причинам получить не может. Ну и здесь вы увидите еще и принципы работы с родителями и даже тренинг на коррекцию детско-родительских отношений. И тренинг на коррекцию, он есть еще в отдельном документе, который вы тоже сможете получить. Вот. Теперь давайте мы будем меняться информацией. Про ребенка за столом напишите в WhatsApp, пожалуйста, ладно. Вот информация, адреса, по которым можно найти, и вот эту презентацию целиком с активными ссылками, тесты, сценарий тренинга и еще один рисуночный тест я выложила вот здесь, вот по этой ссылочке, которую сейчас в чат закидываю. Вы можете перейти и забрать всю презентацию. Огромное спасибо за все спасибо, которые я услышала. Вот на самом деле это очень ресурсно. Бывает так, что руководство встает на стороне... Я не успеваю просто читать вопросы, поэтому, пожалуйста, дублируйте. Вы можете прямо в ВКонтакте написать под той статьей, где лежат наши материалы. Жаль, что мало, но встретимся еще. Берегите, пожалуйста, себя. Берегите себя, не поддавайтесь панике. Все хорошо, все пройдет, и вы сейчас делайте самое главное, что можно сделать в такой ситуации. Вы не смотрите ленту новостей про очередной кризис, а Вы учитесь. И это значит, что после того, как кризис пройдет, Вы будете более компетентны, Вы будете более сильными для того, чтобы продолжать нашу жизнь. Спасибо Вам огромное. Очень приятно, очень приятно такие отзывы. Благодарю за возможность выступить руководством Директ Медиа, Директ Академии. Благодарю Вас и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok